Всем привет, с вами Муза Рукоделия, продолжаем серию герои анимации. И сегодня будет вторая часть моего мастер-класса, как сделать куклу Мирби. Мирби это анимационный персонаж с одноименного канала, как по мне он самый смешной, особенно его музыкальные клипы. Если ты тоже знаешь Мирби, то ставь лайк под этим видео, узнаем сколько нас таких. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. В первой части я подготовила куклу Коаку и сделала вот такой замечательный паричок. Многие потом писали в комментариях, что он похож на волосы Кокичи Ома из Данганронпы. Мне тоже показалось, что концы я чересчур закрутила кверху. И я подумала, что если уже изначально парик меня смущает, то лучше его переделать. Но, слава богу, не полностью, а только укладку. Здесь у меня водичка. Нужно полностью смыть предыдущий лак с волос. Сначала их намочу. Сверху нанесу немножечко шампуня для волос. И хорошенечко смою его. Теперь промокну волосы полотенцем. и высушу с помощью фена. И вот мы пришли к нашему первоначальному этапу. Волосы высохли. Сейчас я буду делать новую укладку. Теперь только передние прядки будут смотреть наверх, а задние я закручу в другую сторону. Вот так. Для этого мне снова понадобится лак для волос. Наношу его обильно на переднюю сторону. От общей массы отделяю небольшую часть, беру плойку и закручиваю волосы наверх. Совсем немножечко. Вот что получилось. Теперь снова беру лак. Наношу на следующие прядки. И теперь буду закручивать уже в обратную сторону. Готово. И так дальше поступаю со всеми остальными прядками. И вот так сейчас выглядит паричок после переделки. Как по мне, такой вариант намного лучше. Кроме того, было очень много замечаний по поводу длины рук после укорачивания ножек. В нашем сообществе на моем канале я предложила вам выбрать длину рук. Всем огромное спасибо за активность. Было очень много комментариев. И невооруженным взглядом видно, что в основном вы выбираете ручки короткие. Раз вы считаете, что так лучше, то руки я также укорочу. Несмотря на то, что на картинке они у него вот такие. Чтобы укоротить руку, я просто вытащу локтевой шарнир, снимаю кисть, убираю лишний сустав. И теперь у нас будут вот такие коротенькие ручки, которые вы выбрали. И вот я уже заменила вторую ручку. Позже необходимую длину я откорректирую при помощи длинных рукавов на свитере. Переходим к следующему этапу. Будем оживлять куклу. Первым делом я защищаю тело куклы. Сейчас он выглядит особенно смешным, как младенец. Перед нанесением базы окончательно очищаю и обезжириваю лицо куклы. В качестве базы, как всегда, использую суперклир. Наношу его на лестничной площадке на лицо куклы в несколько слоев. Прошло немного времени, клир полностью высох, можно приступать к рисовке. У нашего героя очень необычная внешность. Большие круглые глаза с черными зрачками. Мне бы хотелось его немного очеловечить, поэтому помимо зрачков я ему еще нарисую радужку. Глаза постараюсь сделать все же круглой формы. Вот такие приблизительно по величине я наметила себе глазки. Теперь я беру кисточку, макаю ее в воду, она должна быть влажной. И прям с грифеля карандаша набираю пигмент, буду рисовать белки. Готово! Только после того, как краска полностью высохнет, я беру лиловый карандаш и рисую радужку. Я хочу, чтобы она была в одной тональности с цветом волос. Также жду, пока краска полностью высохнет. Беру цвет пурпурная роза и наношу его сверху. Теперь я беру два цвета, розовый и белый, смешиваю их между собой и высветляю низ радужки. Размываю основной контур просто водой. Теперь я беру черный карандаш и буду обводить контур глаза. Обводку делаю довольно-таки толстой, все-таки это у нас анимационный персонаж. Нижнюю часть глаза я не хочу сильно выделять, поэтому подведу ее телесным цветом. Теперь я снова беру черный карандаш и обвожу контур радужки. Радужка закончена, теперь я беру черную акриловую краску и в центре рисую маленький зрачок. Теперь я сделаю небольшой намек на веки, совсем чуть-чуть. Дальше продолжу линию с сухой художественной пастелью. Рисую маленькие брови. Они у меня черные, но вначале подведу немножечко лиловым цветом. Промежуток под бровью высветляю. И так же высветляю линию века. Теперь все эти линии я хорошенечко растушую. Белой акриловой краской и зубочисткой в уголочках ставлю маленькие блики. Чуть больше. Теперь я переворачиваю, другой конец у меня тупой. И в верхних уголочках ставлю блики побольше. Носик я вообще практически не хочу выделять, просто немножечко его высветлю. Теперь я буду рисовать рот. Работать приходится с тем, что есть, просто наведу контур. Вот такой получился ротик. В центр добавлю немного цвета. Вот такой получился ротик. Я его немножко растушую, чтобы практически не было видно. И вот, в общем-то, и все. Никакого румянца тут я не планировала. Поэтому сразу закрепляю лицо клиром. И когда клир высохнет, покрываю радужку прозрачным лаком. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз у нас соревновались два познавательных канала «Что если?» против «Знакомьтесь, Боб». Мне тоже нужно проголосовать. Я выбираю вариант «Знакомьтесь, Боб». Теперь я вижу, как проголосовали вы. На этот раз наши предпочтения совпали. Победил канал «Знакомьтесь, Боб». Он набрал 72% общих голосов. А сегодня у нас будет батл между двумя необычными персонажами «Стич» против «Пикачу». Жмите на подсказочку в правом верхнем углу, выбирайте своего любимого героя. А в следующий раз мы подведем итоги и узнаем, кто из них победит. А пока высыхает лицо, переходим к следующему этапу. Будем создавать аутфит. И сначала я буду делать обувь, так как для нее тоже нужно выделить время на сушку. Для основы у этой милой куколки я одолжу ее розовые туфли. Они прекрасно подходят по размеру нашей кукле. Мы с вами уже кучу таких переделали. И на этот раз будем делать из них кеды. И первым делом нужно избавиться от этих бантиков. Сначала я их срежу канцелярским ножом. После чего зашлифую при помощи пилочки для ногтей. Готово. От бантиков не осталось и следа. Теперь я их буду красить. Верхнюю часть я покрываю черной краской. Вот так. А носочки и подошву закрашиваю белым цветом. Вот я уже закончила. Кедики маленькие, поэтому особо я не буду их вырисовывать. Отправляю на сушку. Переходим к наряду. Вот такую я нарисовала выкройку. Это свитер и брючки. Сначала я сошью брюки. Они состоят из одной детальки. Для них я буду использовать вот такой эластичный черный трикотаж. Теперь нужно перенести выкройку на ткань. Для этого я буду использовать малярный скотч. Просто прилеплю его сверху. После чего по контуру ее вырежу. После чего снимаю сверху шаблон. Переворачиваю его уже на другую сторону в зеркальном отражении. Также креплю сверху скотч. И снова вырезаю. Вот такие получились две маленькие детали. Одну накладываю на вторую. И закрываю передний центральный шов. Вот так. Теперь подворачиваю вверх. И каждую штанину отдельно снизу. Вот я уже их обработала. Теперь соединяю заднюю часть. И также ее зашиваю. И вот брючки уже практически закончены. Осталось вывернуть их и зашить по серединке. И вот я их уже вывернула. Посмотрите, какие малюсенькие получились брючки. Сейчас примерю их нашему Мерби. И вот так они на него сели. Брючки по размеру. Мне все нравится. Надеюсь, что вам тоже. Перехожу к свитеру. Вырезаю вот эту основную деталь. Свитерок я буду шить из вот такой зеленой трикотажной ткани. Укладываю шаблон на изнаночную сторону. И обвожу его с помощью ручки. Готово. Переворачиваю на лицевую сторону. Сразу обработаем горловину. Возвращаюсь к выкройке. Здесь у меня размер резинки. Вот так она выглядит. Мне нужно вот такое расстояние. Ее нужно пришить по краю. Вот так. Вот что получилось. Теперь перебрасываю воротник на изнаночную сторону. Соединяю задние швы. И зашиваю их вручную. Шов использую обмёточный. Вот что у меня получилось. Воротник полностью готов. И таким же образом нужно обработать два рукава. Готово. Рукава уже с манжетами. Теперь я перебрасываю спинку на переднюю сторону. И начиная с манжет, зашиваю бока. И вот наш свитерок уже начинает обретать форму. Рукава полностью закончены. Теперь таким же образом нужно обработать низ. И вот к низу я уже также пришила резинку. Сейчас будем наносить на свитер принт. У Мирби это цифра 22. Ты знаешь, что она обозначает? Если да, то напиши ответ в комментариях. Рисовать я буду белой акриловой краской. Вот что у меня получилось. Теперь нужно оставить, чтобы полностью высохла краска. И вот краска высохла. Продолжаем. Нужно сделать застежку. Подворачиваю с двух сторон спинку. И пришиваю в качестве застежки липучку. И вот такой в результате получился свитер оверсайз. Он хорошо сидит на кукле. Рукава длинные, но такие они и должны быть. Также уже высохли кедики. Я обула их нашей кукле. Сейчас верну голову и сделаю общую презентацию. И вот такой в результате у меня получился Мирби. Лично мне он очень нравится. Надеюсь, что вам тоже. В следующий раз уже будет новый ОАК. Поэтому не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить его начало. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok